ПЕСАХ Здравствуйте! У нас сегодня второе занятие, посвященное подготовке к Песаху, празднику Песах, этому великому празднику. Мы с вами немножко поговорили в прошлый раз о подготовке к Песаху, на какие моменты обращаются внимания, какой необходимый минимум, который человек должен сделать в шкафах плотяных, холодильник, плита, печь. Есть несколько вещей, которые сегодня я хотел бы еще упомянуть, закончить эту тему и приступить к проверке дома на хамец, после того, как это произошло, такая активная уборка дома. Потом есть заповедь проверять дом, чтобы не было хамца, чтобы уже ничего не осталось, и сжигание хамца. Итак, про печи мы говорили, что там есть проблематично пользоваться духовкой, например, в время Песах, а той, которая пользуется в течение всего года, мы ее закрываем, чистим, закрываем и на время Песаха даем распоряжение не еврею, как бы теоретически. Теперь у нас мы в течение года попользуемся иногда в субботу электрическим платом, который в субботу греет. Ее, в принципе, можно не обязательно новую покупать на Песах, кто может, то это было бы хорошо, а если нет, то хорошо ее вычистить со всех, шмур тоже, розетку, все, что с ней связано. Можно все помыть хорошо, вычистить, закутать ее фольгой и пользоваться в Песах можно. Есть такие, пользуются листом металла, кладут на газ, это вместо, как бы в субботу пользуются, то, что называется пах или блех, тоже, да, это самое желательно, в Песах им не пользоваться, потому что он впитывает очень много в себя хамца, это с кастрюль, это может стекать что-то ночное и так далее, попадает туда хамец, хлеб может там пригорать и так далее. Лучше в Песах его не пользоваться, почистить хорошо и убрать в тот разряд вещей, которые отдаются в распоряжение не еврею, где продается не кошерная на Песах еда и предметы. Но тот, кому обязательно это нужно, может это почистить, опять же, хорошо, с едкими средствами и окутать это хорошо со всех сторон, опять же, фольгой и пользоваться в Песах, как бы, в принципе, можно разрешить. Разные виды печей других, да, например, есть сегодня тостеры, есть такие, всякие печи, в которых делают сухари, бутерброды и так далее, да, это все очень, практически невозможно это закошерить на Песах, невозможно этим пользоваться в Песах, это лучше убрать. Всякие комбайны, миксеры, мясорубки и так далее, все вот эти вот вещи, они, если сильно постараться, можно придумать, как это все сделать кошерным, но желательно, как бы, в нашем сегодняшнем быту, возможно, этим не пользоваться, либо купить новые, либо не пользоваться этим, желательно не пользоваться. Очень тяжело их сделать пригодами на Песах, почистить хорошо, убрать в те места, которые будут сданы в распоряжение нееврею на время Песаха. Это будет хамец, который в них, который к ним приклеен, который тяжело туда вытащить, он будет продан нееврею. Желательно и чайник электрический тоже купить на Песах, чтобы был отдельный, потому что то, что касается горячего и в кухне, там, постоянно там могут быть крошки и все такое, приклеиваться к нему, этот пластик закошерить невозможно, как бы сделать его кошерным на Песах, поэтому желательно и электрочайник, электрический чайник тоже, чтобы был отдельный на Песах. Если это никак невозможно, то можно там, вот, сильно, очень хорошо вычистить, прокипятить и так далее, да, и пользоваться на Песах, но желательно этого не делать. Что касается, сегодня делают во многих кухнях, делают гранит такой, да, на котором, в кухне, на котором ставят кастрюли, тарелки и так далее, то есть составляет основную часть кухни сегодня. Гранит и плита, плиты керамические, которые, плитки, да, которые на стенах, которые примыкают к нему, это все, там может быть очень много хамца, это надо все серьезно почистить, помыть, эти шкафчики, которые есть в кухне, которые входят, которые в течение всего года там ходят много мучного, саму муку и мучные продукты и так далее, в том числе и горячие иногда могут туда попадать, поэтому все это должно быть очень хорошо вымыто, с моющими средствами, здесь уже железо себя не надо, здесь это надо сделать очень серьезно, потому что это хамец как таковой, если мы говорим о стенах дома, например, да, то, естественно, там хамец особо не приклеивается, да, а в кухне может даже и на стенах иногда бывать какие-то брызги и так далее, все это хорошо почистить, убрать, саму платформу эту каменную, на которой ставятся сделочные столы и так далее, да, из камня, их хорошо почистить, очень серьезно, обдать кипятком во всех местах, где только возможно, это, да, кипяток, как я говорил уже, да, что это, чтобы кипела вода во время, когда льет, она продолжала кипеть и лить постепенно по всему, желательно, чтобы он был сухой, чтобы влага холодная не охлаждала воду, которую я на него лью, затем высушить его и сверху на это уже положить, либо кладут фольгу, довольно плотную, толстую такую фольгу кладут, либо еще лучше положить на это линолеум, линолеум, это в последнее время очень принято класс, это очень хорошо закрывает все, он довольно плотный, толстый и непроницаемый. И опять же, все равно, после того, как мы положили фольгу или линолеум, когда мы хотим поставить горячую кастрюлю, горячую что-то, сковородку и так далее, горячую еду, тарелку даже, не ставить напрямую на линолеум или на фольгу, а поставить какой-нибудь, чтобы на что-то, либо есть специальные такие подставки для подкастрюли, либо, если не такой подставки, поставить что-то искусственное, создать такую подставку, либо тарелку поставить или еще что-нибудь, чтобы не ставить горячее прямо на покрытие. Есть общий такой момент, да, не пользоваться горячим квасным 24 часа, до того, как мы будем это все кашировать в кухню. Почему? Потому что за 24 часа то, что впиталось горячее, оно теряет свои, как бы, хамцовые, оно же представит быть как бы таким продуктом. Мудрецы это запрещают, конечно, но по Торе тоже как бы не считается, что там какой-то продукт есть, это намного легче, чтобы хотя бы за сутки до каширования там не было ничего горячего. Когда мы льем воду тоже, чтобы лить уже после того, как мы все крошки, все, что мы видим, как бы всю грязь убрали, только после того, чтобы горячую воду видеть, которую, я говорю, чтобы кашировать. Это намного облегчает, как бы, многие моменты. Что касается швабр, щеток и так далее, одну швабр, там, если она резиновая, например, швабра или деревянная, то ее можно почистить довольно-таки легко, но тоже, да, не просто, просто, что касается пола грязи и так далее, это очень тяжело вычищается, а щетки, например, всякие, да, которыми подметают веники и так далее, там очень могут быть много крошек между ворсинами, между частями, между, да, и не пользоваться, желательно почистить это и положить в те места, которые будут проданы неевреям. Очень непросто вычистить мусорное ведро, которым пользуются в кухне постоянно, и совок. Поэтому, если это возможность почистить это и убрать, и пользоваться на Песах новыми отдельными специальными пасхальными, то это было бы лучше. Если нет, значит, хорошо это вычистить. Что надо не забыть почистить, когда мы подготавливаем дом к Песаху, кое-где надо обратить внимание, на какие места еще дополнительно это. Во-первых, машина, да, автомобиль, у кого есть машина, там могут быть крошки, там могут быть, как бы, иногда там едят, и заносят туда и продукты иногда, да, хорошо, надо очень серьезно это почистить, и все, воду горячую там лить, естественно, не нужно, но хорошо все это надо помыть, пропылесосить, чтобы не было там крошек. Детские коляски, да, там могут быть часто крошки, и даже целые печенья, продукты и так далее. Детские кроватки, детские игрушки. Обратите внимание на телефон, потому что телефон иногда берут руками нечистыми, да, и иногда он заносит его в кухню, там могут быть какие-то, может быть, крошки и так далее. Сумки, кошельки. Пользуются во время Песаха плейлисосом, так проверить, после того, как закончили все проверки, то, что у него там внутри происходит, если там есть специальный такой мешок, резервуар какой-то, специальные там пакеты, вытащить, почистить их и так далее. Может быть, постирать даже, я не знаю, как это каждый делает, чтобы не оставалось там крошек. Что касается вставных зубов, я извинись, кому это неприятно, да, но есть такой момент, да, есть такие люди, которые пользуются, это очень помогает людям. Как пользоваться, что делать с остальными зубами для Песаха, если есть такая возможность, у него съемные, например, да, если есть возможность положить в кипящую воду, и прямо, чтобы они там покипели немножко в воде, это было бы вообще очень хорошо, я не уверен, только надо проверить, чтобы они не испортились. Если это невозможно, это трудно по какой-то причине и так далее, хотя бы обдать их кипятком горячим. Если и это невозможно, то просто взять, хорошо почистить, почистить, и все тогда, значит, ничего не сделаешь, потому что зубами надо пользоваться. Желательно, если такой момент, за сутки, опять же, до пасхального седера, у тех, у которых есть пломбы и вставные зубы, которые не будут возможности кипятить в воде и так далее, 24 часа до пасхального седера не есть горячего, мучного, что, в принципе, не так сложно, как мы, как мы знаем, сам канун Песоха, а мы, мучно, и так не едим практически, если едим, то не горячее и так далее, да, то это небольшая проблема. Теперь, кому это обязательно надо, то, значит, можно облегчить. Надо не забыть все книги, седуры, например, молитвенники, которые постоянно крутятся на столе, те молитвы, по которым говорят после еды, поют субботние песни, они обычно бывают немножко запачканы, немного в крошках и так далее, либо их вычищать, вычищать, вычищать каждую страницу, что это тяжело, либо просто убрать их и, например, пользоваться специальными пасхальными, а эти убрать в то место, которое будет продано нееврею, сдано нееврею и не пользоваться ими в песах. Вообще, что касается книг, есть такие, которые книги проверяют от крошек, вся, каждую страницу и так далее, это работа не из легких, и поэтому есть такие люди, которые просто в течение всего года книги не кладут на стол, и тогда не получается, что можно пользоваться в песах без проблем, теперь, ну, как бы то ни было, надо учесть тот момент, если книги были на столе, туда могли попасть крошки, эти крошки потом могут во время песах попасть в еду, в тарелки и так далее, надо это учесть и в соответствии с этим поступать. Это, в принципе, как бы те основные места, которые следует обратить внимание, чистить, проверять, как чистить, вроде бы так сказал в общих чертах, чтобы это не было, с одной стороны, особо тяжело людям, с другой стороны, чтобы это было пригодно на песах, на сто процентов. Если кто-то сделает, как я предлагаю, то это, в принципе, очень хорошо, этим можно пользоваться всем на песах, и все будет нормально. Следующий момент, о котором пойдет речь, это проверка дома на хамец. Многие вещи, люди это знают, это каждый год бывает, те, которые даже новички, они когда-то слышали и видели. Я вообще хочу сказать, что я видел много изданий, агадот, пасхальная агада на русском языке, они очень хорошие все, наверное, есть лучше и хуже, но то, что я видел, они замечательные, и можно ими пользоваться, то, что там написано делать, и человек не ошибется. Есть, однако, какие-то определенные моменты, которые хотелось бы особо определить. Не только касается проверки на хамец, и так далее, там все как бы идет по порядку, я видел, да, все хорошо написано, но есть определенные моменты, которые хотелось бы особенно выделить, поговорить о них и так далее. Итак, проверка дома на хамец. Наши мудрецы благословенных памятств сказали, что после того, как мы целый год пользовались хамцом, необходимо проверить, нигде ли этот хамец не остался, может, где-то крошки, может, где-то что-то, может, где-то мы что-то забыли. Хамец это такая вещь, так, в основном, это такая вещь, которая может попасть куда угодно, поэтому надо это проверить, дом, и просто, не просто так проверить, а проверить его со свечой. Когда время проверки, это ночь на 14-е, когда начинается 14-е, Неса, на канун Песаха, как только выходят звезды, в принципе, это время проверки на хвастное, дома на хвастное. Те люди, которые молятся обычно вечером, вечернюю молитву, молятся сначала молитву, как только пришло время, и сразу начинают, приступают к проверке дома, зажигают свечу, говорят благословение, и проверяют все комнаты, все места, которые они собираются проверить, на наличие мучного, квасного и так далее, чтобы это все устранить на следующий день, сжечь. Что надо проверять, в принципе? Все места, куда может теоретически попасть квасное, надо проверить те места, которые квасное не попадает никогда, проверять не нужно. Естественно, в доме, разные дома, это может быть по-разному, но в принципе, как бы, то, что наверху, куда дети не попадают, а родители обычно не кладут, хамец, в принципе, в проверке не нуждается. Теперь, если человек не получает сразу с выходом звезд начать проверку, вся ночь он, как только пришел с работы или с какого-то места, где он задержался и так далее, он сразу, как приходит домой, сразу начинает проверку дома на наличие квасного. Кто-то не мог ночью проверить, значит, придется ему днем проверить, хотя изначально это, как бы, должна быть проверка обязательно ночью, обязательно со свечой. Тот, кто сдает дом, например, на весь Песах, кому-то сдает или сдает это не еврею, или сдает это другому человеку, уезжает на Песах, желательно, чтобы он какую-то комнату все-таки проверил до того, как он уезжает, чтобы выполнить эту заповедь, которую мудрицы наши сказали. Тот, кто не сдает этот дом, то есть он остается в его владении, он по закону должен проверить, чтобы в его владении не находился хамец. Если он уезжает заранее, загодя, то он, значит, до этой ночи, до 14-го, не сам должен сделать эту проверку, но без благословения. В принципе, те места, которые человек помыл хорошо, так основательно, все места, комнаты и так далее, то, что было вымыто, прочищено и так далее, человек знает, что там не осталось никаких крошек, он это видел, когда он чистил, и следил за эти дни, пока до 14-го Ниссана, что туда не попадал хамец, то, в принципе, по закону их проверять не надо, хотя стараются и там тоже со свечой пройтись, потом в эту ночь посмотреть, вдруг все-таки там крошки какие-то остались. До того, как начать проверку, запрещено делать какие-то либо вещи, например, запрещено есть особо, если человек яблоко хочет съесть, или грушу, разрешено, если он есть с хлебом, то, чтобы не было хлеба больше, чем 100 грамм, спать запрещено, изучать Тору запрещено, идти на работу и заниматься запрещено, хотя бы за полчаса до выхода звезд, он должен быть готов к тому, чтобы как только будет время, не забыть и начать сразу проверку. Желательно это делать самому, хотя человек, если сам не может, или у него есть затруднения, он может назначить какого-то другого человека, проверять только свое имущество, человек не может пойти в чужом имуществе, если его не назначили посланником, специально проверять и благословлять на это, это не его, и он никакой заповедь им не выполняет. Принято класть 10 кусочков хлеба, кладут их так, чтобы он не расправнением, не попал никуда, чтобы это было в пакетиках, закрыто, герамдично, чтобы он не рассеялся, нигде не раскрошился, и кладут их в разных местах. Вдруг, если человек не найдет квасного дома, чтобы то благословение, как он скажет, что, мы говорим, благословение на уничтожение хамца, он ничего не найдет, получается, что это благословение в пустую. Принято поэтому класть 10 кусочков, почему 10? Это по кабале, да по тайному учению, почему это 10 кусочков, что-то символизирует. Перед тем, как он начинает проверку, он говорит, благословение Всевышнего, которое святило нас заповедями, и заповедило нам, сжигание, уничтожение квасного, имеется в виду то, что мы найдем сейчас, завтра будем сжигать, это уже сейчас начался процесс вытравления, как бы, квасного из владения. Все те места, которые он будет проверять, они как бы, одна благословение на все места хватает, если он сейчас проверит дом, потом он пойдет, например, в кладовку проверять, он пойдет машину свою проверять, и так далее, все места, которые он будет проверять, это одно благословение, желательно не говорить вообще до конца проверки, но, по крайней мере, с того момента, как он благословил и начал проверку, ни в коем случае не говорит, если он заговорил о каких-то вещах, которые не связаны с проверкой, он должен благословить еще раз. Если человек полностью весь дом сдает, например, он решил там не проверять, он не будет там ничего проверять, проверяет только машину, только на проверку машины не говорят благословение. Человек во время Песаха, есть такие, которые находятся в гостинице, например, он там делает проверку вся в комнате с благословением, а если он находится какой-то в гостях, то в том случае, если ему эту специальную комнату не продают по закону, чтобы она становится его, то он проверяет, но без благословения, потому что это не его владение как таковое. Человек, который находится в больнице, чтобы не надо было, он делает проверку без благословения, если это частная больница, и у него там есть своя комната, то он платит, которая у него в владении, делается проверка с благословением. Какой свечкой проверяют, берут одинарную свечку, чтобы это не было, ни сплетенные свечи, ни две вместе, и так далее. Одна свеча, желательно такая свеча, чтобы не капала, потому что когда она будет капать, человеку будет неприятно, это он старается как можно быстрее это закончить, с одной стороны, да, он не везде пойдет с этой свечой, поэтому надо такую свечу взять, чтобы она не капала, либо поставить в какие-то предохранители, чтобы она капала в какую-то вещь, чтобы человек не опасался, что он запачкает все. Если такой возможности нет, то можно пользоваться в крайнем случае электрическим фонариком, хотя это желательно делать, как мудрецы когда-то постановили, но если такой возможности нет, то электрический фонарик тоже нормальный. Если человек проверяет во время дня, как мы с вами говорили, что бывало такая необходимость, то если есть прямое попадание света, то не нужны свечи никакие, да, можно против солнца, против света, можно проверять. Балкон, например, грышу, двор, парадная, там есть ступеньки, по которым поднимаются домой, бомбоубежище, бывает здесь в Израиле, есть бомбоубежище, практически во многих домах, из каждого дома есть бомбоубежище, которое принадлежит этому дому, да, и там проверить надо. Надо постараться, чтобы в том месте, куда выбрасывается, как бы мусор тоже, чтобы там не было, не было квасного, не оставалось. Сразу после того, как сделали проверку на квасное, нужно вдруг такое же, может быть, что мы что-то не заметили, что-то не знаем, и ведь как бы то ни было, мудрецы постановили, что надо сказать, отказ, отказ от того, что мы не нашли, не заметили, кроме того, что мы оставляем себе на завтра, еще можно хамец, если кушать его, кроме того, что будет продано потом нееврею, то, что мы не нашли, мы сейчас говорим, что мы хотим, чтобы это было аннулировано полностью, этот текст должен быть, он приводится в Агадот, он должен быть понятен всем, его надо сказать на том языке, на котором человек понимает, нельзя говорить, это не молитва, чтобы ее сказать, даже если не понимаешь, она засчитается на небесах, надо это сказать, чтобы было все ясно, и так далее, там, текст очень простой, здесь все это квасное, и та закваска, которая у меня есть во владении, которую я уничтожил, не уничтожил, чтобы она засчиталась, как прах земной, не мое, на моем владении, и ничьем. тот хамец, который он нашел, вот эти 10 кусочков, а может еще он что-то нашел, там пока искал, и тот хамец, который он будет завтреть, должен быть в отдельном месте, чтобы это никуда не было разнесено, чтобы это нигде не раскрошилось, было отдельно, и безопасным, в безопасном, в таком месте закрытом было. Следующий момент, это сжигание, сжигание хамца, это заповедь истории уничтожить хамец перед Песахом, мы берем тот хамец, который он остался к этому моменту, желательно это делать, сжигать его, так это делают, если такая возможность, сжигают, если нет возможности сжигать, то его рассеивают по воздуху, чтобы так делать, превращают в крошки, раскрашивают сюда, либо в речку выбрасывают, в такое место, чтобы он полностью был уничтожен, но лучше сжигать. Теперь те, которые сжигают, желательно не лить на него, то есть, не лить на него какие-то бензины, или еще что-нибудь, какие-то средства горячие, чтобы быстрее он сгорел, потому что в тот момент, когда на него что-то такое наливают, бензин, керосин и так далее, то хамец перестает бить хамецом, и то, что сжигает, это уже не хамец, лучше его сжигать на деревьях, на древесине, на чем-нибудь таком, чтобы хамец оставался хамцом, пока он не сгорит. Тогда это выполняется заповедь до конца. Естественно, что человек, сжигая хамец, он не просто делает какое-то физическое действие, такое механическое, он должен знать, что это часть нашего зла, которое у нас, мы хотим жить, чтобы оно не было у нас, таким образом, как этот хамец горит, чтобы от нас все плохое тоже ушло. после того, как мы сделали, сожгли хамец, мы говорим дополнительный раз, то, что все, что мы не нашли, не заметили и так далее, мы превращаем в, оно нам не принадлежит, то, что, и сейчас мы уже полностью есть хамец, потому что уже после, после того, как мы сожгли, до этого уже запрещено было его есть хамец, об этом поговорим еще немножко, поэтому, как бы хамца к этому моменту не должно находиться никакого, поэтому сейчас мы говорим, что весь хамец, который мы не продаем, не еврею, будет полностью не наш, не засчитывается нам, оно не наше, это ничего, пустое место, как прах земной и так далее. И те, которые сжигают хамец, пользуются иногда теми четырьмя видами растениями, которыми пользуются во время сукоты, их сохраняют, они уже засохшие, поскольку они сделали заповедь одну, делают еще одну заповедь, на них сжигают, пользуются ими, сжигают хамец, желательно все сжигание хамца, поскольку это важная заповедь, делать правой рукой, как любые заповеди, с правой стороны мы делаем. Если у нас Песах попадает, то есть канун Песаха попадает в субботу, то получается, что сжигание хамца, оно происходит за день рождения, то есть в пятницу должно происходить сжигание хамца, но, что интересно, делают это в то же время, когда это в любые годы происходит, для того, чтобы люди потом не спутались, хотя, в принципе, на следующий день еще, весь этот день, на следующий день еще едят квасное. Поэтому, то, что мы говорим, после сжигания хамца, все, что осталось, не сжженным, и так далее, не нашел, это будет аннулироваться, мы это скажем потом, в субботу, перед, после того, как закончим трапезу с мучным, уберем весь хамец, уничтожим весь хамец, то тогда мы эту фразу скажем. Теперь, что будет, если человек нашел хамец во время Песаха? Вдруг он увидел, да, он проверил, сделал себе проверки, и во время, до Песаха он ничего не нашел, сейчас вдруг, неожиданно, оказался где-то хамец, что ему делать с ним? Если это полупраздничные дни, то, что он называется холямой, то он его просто выносит, сжигает, можно сжигать, или уничтожать другим способом, в шаббат, в субботу, и в йомтов праздник, в сам праздник йомтов, то, что называется, нельзя его трогать, да, что делают? Его чем-нибудь прикрывают, каким-нибудь, например, миской какой-нибудь, на него кладут, или тазик какой-нибудь, и потом, когда заканчивается суббота, или праздник берут, его уничтожают, сжигают. Следующий момент, о котором имеет смысл поговорить особенно, это продажа квасного представителям еврейской национальности, это обычай, который принят испокон веков, давно очень, были такие, которые говорили, что настоящий, как такой хамец, типа, буханка хлеба, макароны, печенье, вафли и так далее, да, все, что мучное, такой стопроцентный хамец, виски, водка, не продавать, потому что, вся продажа, немножко, она выглядит, не совсем, реальностью такой, как бы она так происходит, на самом деле, многие, важные раввины считают, что это самая настоящая продажа, и нет никакой проблемы, это все, если это все по закону происходит, то нет никакой проблемы в этом, можно продать, есть в этом спор, те, которые даже устражают, они устражают только хамец, квасное само как таковое, но если это, если в чем-то перемешано, если там какое-то, какое-то блюдо, в которое входит, входит квасное, например, шниц или, например, там, в которых есть посыпаны, посыпаны крошками, хлебными и так далее, то все такие вещи, даже те, которые устражают, не продавать, все такие, все такие, где не в чистом виде, как бы мучное, а с чем-то перемешано, все-таки, и они тоже считают, что это можно продавать, поэтому продажа, продажа хамца, квасновы перед Песахом, это везде принятая вещь, и об этой вещи мы поговорим на следующем занятии, с нее начнем, это очень важный момент, на мой взгляд, а пока что позвольте временно прерваться, попрощаться, пожелать всего самого хорошего вам, удачной подготовки к Песаху, и вообще, чтобы было все хорошо, замечательно, много счастья, всего хорошего.